ну чё гемоголики помойтим помойджикуем немножечко как получится и конечно же не могу не построить не поздравить всех с днем защитника отечества и как раз к месту так на опережение сработал вчера в дискорд кинул он сквор и вопрос о том почему считается что женщины не воюют сексизм или чего как так исторически сложилось и там конечно грамотно человек все расписал о том что есть у нас свидетельство давно уже и свидетельство того что женщины вполне себе и воевали участвовали в прочей жизни сообщества в деятельности которые сейчас приписываются с нам только мужчинам а почему это еще актуально потому что мне сейчас прислали письмо с госуслуг поздравляясь за с днем защитника отечества и сказали что мы поздравляем там не только тех кто служил на вообще всех мужчин но они не относят видишь они мужчин только поздравляют я всегда и маму свою поздравляю потому что она у меня лейтенант в запасе было я всех поздравляю потому что шутки шутками но мы конечно каждый свою меру по своей возможности если и делаем что-то то наверняка же хотим чтобы хорошо что делалось и поэтому защищаем как минимум свое личное отечество то что нам родно наш демик наш демик да наш демик защищаем семью защищаем собачку защищаем мышек вот так что хуйня это все этот день ваш извините интересно ну да тоже такое когда-то где-то слышал так а сегодня мы пытаемся в первую очередь наверное сходить вот этот северо-западный кусок этого склепа что я не пойду к вам первым хорошо да не тебя слышали это хорошо good one так мы чё по мне слезки вышли через глаза поздравляю всех россиян с тем что они андеды северо-западный федеральный склеп так надо переключить музыку на опасную данженовую музыку склепа только угрюмая музыка звучит я бы даже сказал хмурая музыка как солнце с андедами мы справимся вот с этими которые тут 56 гулей сейчас чуть не сказал нехорошую вещь у кто же когда-нибудь справится с нашим главным андредом нашим склепе а никто никогда все 1 1 затернут придет другой из клонов а чё мы мажем а все нормально не так уж сильно мажем чтобы об этом переживать вай-фай сегодня на удивление ведет себя ну ладно уже не на все полоски еще чего не хватало до хорошенького понемножку покидаем поскорее эту зону где нельзя использовать магию но на нас напали три горгульи и 4 оборотня люпин люпины нас напали и эти сети сизые сивы и как их сиволапые ну это относительно серьезные противники у них урон не слишком большое по сравнению со всеми кого мы уже видели но здоровье у них отменное горгули даже по урону опаснее у них 4 до 4 а у тех оборотней 2 до 8 максимально одинаковые на средние минимальную горгули больше всегда будет поэтому щелкаем по началу их вот минус 1 уже блэст чана мы еще не вышли из зоны без магии тогда ничего не делают свет солнца и либо утрим ау так что дома не написать вот опять ничего не делает опять ничего не делает делает все возможное молодец 20 урона это то что мы любим потом надо будет еще панельку мне вывести на экран на квик референс вербульф еще и тасуются проходит вперед и непонятно кто из них самые биты сейчас табличка не обновляется так быстро здрасте кфор добро пожаловать в склеп привет из северо-западного куска склепа нашего необъятного надо будет это клип клип нарезать с твича с шуткой вступительной а у нас кого-то вырублено с серо фармида вырубили потому что мы не можем тут лечиться плохо дело конечно мы справимся магии у нас тут пока пасуют и без было со ходить приходится не люблю без блеса ходить вот как как обычно делаю до просыпаюсь блесаюсь и все и жить можно а тут в зоне без магии не получится из-за и ранее блеснуться нельзя к сожалению вот это меня щит это горчает по как так мы ваш тело что вообще в рпг играем или что почему нельзя блеснуться заранее это что они дэн джинс и драконис ну видать нет мэтт мэджик называется ну вот еле-еле последнего городе не остался наступа упасть уже слегу чекаем сундук нашли гемы тут сейчас надо отдохнуть а тут еще нельзя отдыхать точно выходим отдыхаем обкастовываемся опять кожей светом все блин опять напали какие-то деревянный голем и кучи циклопов не помню чтобы мы видели деревянного голема когда-нибудь ранее голем древесины ну какой-то это ну такой по циферкам как циклоп только у него сопротивляемость текуча текуча его даже я так понял не всеми оружиями пробить можно для надежности начнем с циклопов блин вообще отсюда можем не выйти из этого боя потому что мы не можем пользоваться магией то есть никаких фаерболов никаких молний никаких блесов никаких инвизибилити и никакого побега конечно ну попробуем сделать фокусим кто фокусится начиная с циклопов голема уж напоследок так как он может не любым оружием пробиться он сколько урона получаем кошмар можно отсюда сбежать я бы сбежал если чё если можно не забежала ну или понадеемся на кубы на кубейс ой чё-то фиг знали а итемами то можно пользоваться можно поиграл фузи кинг эти два дня прошлые к фор пишет игра клёвая хардкорные рандомные до нельзя элементы руглайк присутствуют на средней сложности проиграл все четыре трая но это нормально там есть особенность механики завязанная на игрокатных попу ну понятно а сессия два часа плюс-минус ну нормально для такого для современной игры с элементами рогалика нет прогрессе вот это обязательно чтобы что-нибудь по каждая попытка была не сама по себе цена не только сама по себе цена на китке мета штуки у нас разъёбывают извините надо бежать пытаться мы не вывезем этот бой я пытаюсь бежать сейчас ладно не вышло чаще туда схожу разочек мы туда уже ходили а это значит сходим и еще даже не буду свет включали вот это все кожу только на констую на кой мне свет когда я знаю как туда идти по приборам да по карте главное чтобы опять на полпути не попались какие-нибудь сначала она мне понравилась на 45 добавляет к фор потом в последних троях уже на 67 нормально я пока не про я пока даже не установил еще если не чем там попробовать успел уже или нет я тут недавно еще обратил внимание на баре травму который он как-то стриме он и атак заходить смотреть особо у меня не получалось но я помню что он в ней играл и такой попалась она мне стимовских рекомендациях думаю о чё-то интересное тоже такой добавлю себе в желаемое пошел в банк вот вы давно давно не будет их спамеров накрутку на twitch стабильное количество зрителей стабильная стабильный пинок подзад не хочешь раза за какой я шутник так сейчас погоди сначала я как это сделать то господи как это нажать я забыл как нажимать а это не здесь на почему это надо здесь нажимать так вот забанить забанить а пожаловаться пожаловаться сейчас я на тебя пожалуюсь говно спам спам накрутку предлагают накрутку зрителей конечно такое чаще было все отправить жалобу я отправил жалобу опа и все чате написано края банит датха каплану а так будет с каждым ты мне не накрутку предлагает ты сам подпишись но ты бот ты не человеческое существо ты не способен подписаться нет в тебе ничего от человека чудовище ой накинулись на бота чё-то как будто он услышит и обидится и человек не должен обидится он должен пристыдиться осознать свои ошибки как мне сейчас вот тут вот выбрать у меня это он меня задедосил у меня вай-фай отваливается как кадры полетели ладно как это как вот это вот сейчас мне убрать все единственное что не очень нравится механика на временное прохождение игра в каждом сценарии заставляет вы продвигаться вперед подгоняет нет времени забориться и пофармить волоки по выбивать предметы все очень на тонкому льду понимаю что это часть идеи вот за это минус один два балла не но если часть идеи хочу тут сделаешь чем не попадалось а я не помню как называется ну такой японский японский ругайк связаны с тем что тебе надо постоянно идти вперед вот каждый ход сзади слева граница сдвигается и тебе нужно обязательно двигаться вперед иначе поглотить тебя все неминуемость поглотит ну тоже если такое выключить то уже не то игра будет а накрутка это тоже наркота говорит почтование нагрудку наркоту потому что количество зрителей цифрики это 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 наркотик на который некоторые стримлеры подсаживаются они хотят все больше больше начинают заискивать у зрителей делать демагогии привляться пищать сиськами трясти включать донатные оповещения голоском каким-нибудь эротическим и все моя про мальчиков тоже мальчики не могут разве что сиськами трясти не многие могут могут только некоторые так нужно ли мне да а я тут не смогу отдохнуть опять же тут очень тяжко как же мне туда продвигаться то вот эти вообще хуже всего матюгальники кричальники немного меньшего разряда говна это разговаривать каким-то голосом особо а вот сейчас я там туда сюда говорит мальчики могут сосками поиграть что-то как не современная мороза в общем очень много гадких приемчиков есть у стримлеров ютублеров если мы не можем отдыхать нам надо полечиться так пока есть такая возможность циро фармида сейчас поменьше мы большой такой лечилкой большой супер лечилкой себя полечим конечно же у себя меньше лечилкой и все и пока пойдем тут мы уже можем пользоваться магией и это нам немножко поможет ну горгуль это это не страшно вот уже одной нету блэс конечно сделаем инвизибилити сделаем и вот нормально идет как у людей пока чем у меня там в области какое-то оповещение появилась опоздавая из старых вообще ну ладно а ну с актуальностью не связано так хочу лечить то пока не надо никого а ну хотя на гуманиста можно немножечко так немножечко на без трех ухо бы вылечить ну и молнию почему нет и у пил пил все уже уже полегче немножечко полегче чем попадать почаще вообще было бы прекрасно кто нуждается в лечении пока из никто из нас шестерых молнию опять неча мариновать гемы ой не то нажал ну ладно мог снести одну горгулю и хотел собственно это сделать но нажал не ту кнопочку не но из-за этого нас неудачу не постигла к счастью а могла нужно быть внимательным чем нажимаешь смотреть сегодня кстати же еще когда это вывода пограти надо уточнить что я сейчас вспомнил да действительно не вру в календаре то есть это получается ровно 10 лет назад на 23 февраля 2011 года я поехал в гости к форум и мы записали аж две песни импровизации этот релиз я назвал двое в темной комнате 10 лет темные дела в темноте световые дела светлоте и у светлого кого у него все светлые дела представляешь и эти в некоторые старые времена в некоторых местах могли воевать это тоже правда уедет такой потенциал как 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 можно его не использовать ловушки на нас ловушки за ловуши и и ой мамочки настрой ословили отравления ну полечимся что делать нейтрализовать яд одного нейтрализовать яд другому нейтрализовать яд третьего ничего у нас по мане в итоге нифига не остается у нас маны как будем идти дальше не представляю отдыхать здесь нельзя попытаемся вернуться отдохнуть опять в этом коридор часто нападают кого не просят кожу накинул что-то мне пригождалась защита от огня с вампирами но мы сейчас к ним не идем мы сейчас идем дальше что сейчас случилось свет солнца без сознания надо поднимать надо поднимать как же мы как же мы без нашего главного магата вигхты 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 это андеды я попробую их тюрь 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 мини край вот теперь это гномиха вот тут вот такие тут прям призраки натуральные дементоры какие-то капюшонах призраки в капюшонах как я всегда призрачные и капюшончатый так лечим себя первую очередь себя то есть и горку это красави звучит странно я снова вернусь сдохнуть welcome to rio world называется ну и свет на кастую потому что мы сейчас пойдем на места которые или не видел или не помню опять тут появились какие-то черти ну ладно гарпия с пироличом ладно гаргулья ну раз два три четыре то есть девять варваров у которых пятьдесят плюс один до восьмое здоровье два до двенадцатых ровно это вообще вывозимо нет мне стоит попытаться или лучше сразу свалить ну я попытаюсь магией можно пользоваться можно понадеяться что если чего бежим жесть у выживаска страсти то какие и блеск конечно инвизибилити для начала чтобы по нам не так часто попадали с меньшим шансом точнее ну гляди-ка все равно попадают чаще чем не попадают кубики это все кубики да моден вторую дьяволу по сетке играть можно он также через радмин я думаю можно было все без проблем некоторые моды такие особо большие солидные у которых там целая команда из разработчиков типа медиан excel которому вот кстати наверное единственный мод для дьявол 2 который жив аж с самого 2001 года то есть 20 лет моду вот у него там свой сервер и свои всякие темы свои ивенты отдельные для мультиплеера серьезное дело причем у него версии разные медиан excel сейчас в череде версии сигмы там постоянно что-нибудь меняется добавляется просто медиан excel он был до наверно семнадцатого года сейчас вот у них новый большой этап новая большая веха и вот уж наверное сколько но с тех пор как с тех пор как уехал так и не играл пока больше медиан excel клей чем сыра да лечим сыра фармида нет сначала на гуманисту ему как-то насущней вот медиан excel это еще и всякие свои новые локации есть в основном в основном хайлевельные свои квесты новые ну так конечно на все там есть все что было в старый по локациям и квестам плюс новая но самое интересное это конечно всегда для меня в модах это новые оперативники новые предметы новые балансные всякие возможности не 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 вроде стоит трансляция стоит но кадры улетают на полетели полетели пакеты как не в себе вообще полетели ну что че имеем аирбольчик пока швырну тут ну что спириту в диаболу тут понравился именно в первую очередь тем что играется совсем иначе куда опаснее стала игра куда напряженней вот именно не из-за разнообразия предметов какого-то нового не из-за противников измененных а вот бы вот просто потому что баланс перепиленный настолько что это уже другая игра считай как нам тут это выживать да когда они тасуются постоянно могу бить только первых четырех в ряду а их много и они перемещаются не мешаются во всех смыслах ну ничего что-нибудь попробуем сейчас сделать опять фаерболами буду закидывать всех по возможности пока мана есть но потом опять придется возвращаться отдыхать ну как минимум пофармимся если будет возможность отсюда свалим сохранимся с опытом новым если нет то ну как минимум неплохо посидели поговорили скажу в конце тоже важно ооо опять перетисовались видишь что делают а кого лечим кириган лечим большой лечок за гемчики а может быть знаешь что сделать ну-ка как у них там по соперотивляемости может быть веб кинуть пока что ну так ну чтобы не шевелились лишние вот лично троих за вебл и это дело я люблю редко паутинку использую не потому что не нравится потому что обычно она не против кого не работает тут а ну вот осталось только один в паутинке горгулю я выпилил один освободился минус еще ворота а улечу а он фармидо лечит по поцели дядю а фарабол а и 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 еще пять человек вот вот это и дальше еще 4 выбраться и только можно если вот у них плюсиков нет то есть если они не вовлечены ближний бой сейчас я мог бы забрать за выбрать только этих четверых вот так и так же тут и фаербол работает то есть указываешь буковку и следующих 54 включая первого 5 молнии тоже указываешь буковку и следующие два таблицы играешь в таблицу по сути а я даже не помню как выпка работает все почитаем мне главное чтобы они не могли подойти с полечимся немножко ну как немножко серьезки полечимся как работает веба давай почитаем предотвращает действия что не не могут действовать никак в том числе и просто атаковать как бы совсем паутины их замазывает так чащество фаербол опять хотел пустить сейчас я ешку нажимаю и она проходит по программная позиция феофы бы их и леча серфа или или свет солнца до свет солнца сейчас никто не дотянется сначала фермида полечим потому что в опасном положении потом свет солнца потому что как раз полечить можно сейчас молния не будешь смысл атаковать потому что фаербол можно а можно будет сказать только на двоих без урона своим если оставать фирма на того кто рядом с плюсиком ближним бою то и свои заделаться а тут только молнию тогда но я не могу у меня не хватает мана уже тогда стоим тогда стоял давай увы им так уже свет солнце лечится отлично полечен от слова полик ну выпка долго держалась вода 34 наверно нормально кириган лечим обильно остался один срочно лечим него гума он очень побитые даже такой лечилкой обычный тут тоже выживем все равно пойдемте отдыхать уж дальше я не пойду без маны и здоровья серебряный сундук а в нем дофига золота гемы а чую пойду сейчас продаваться и сохраняться так во первых с кемитар глянем нужно кому такой или нет ну скорее всего нет на фигня полный по сравнению с тем что у нас есть и броня это никому не нужно я так понимаю сплинт мэйл до он и у гуманиста сплинт мэйл плюс один больше никто это фигню носить не может у армида покруче броня уже магазин продать фигню продать фигню ну уж в честь праздника в таверну зайдем в таверну зайдем в бар и в дринг сделаем тип ним бартендеру и послушаем слухи какие-нибудь мы сегодня тут слухов но видимо не видать и ладно не читать чуть в таверне так долго за заявились о им каунтере сбросились ой 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 опять что доправил ну ладно мы сегодня вот так вот гуляем немножко я так понял насколько мы тут опытом на фармились ну ну он и у гуманиста керрига на свет солнца уровень будет уже через 8000 xp остальным все еще 70 с гаком тысяч с гулями по-быстрому разберемся они не должны стать большой проблемой не положено по статусу деревянный сундук выглядит они все одинаково абсолютно это ничего не значит пойдем дальше опять напали под конец этого места овощ да да я тоже вспомнил сразу сериал гарри снежный человек убил а не помню как он в оригинале назывался вбил вызове поисков поискалки гифок в дискорде хоррис новым и он ничего не выдал ничего не выдал к сожалению но это надо сейчас в голову вбить играть снежный человек а карри эндзе хендерсон называется в оригинале ну понятно понятно почему не нашелась потому что не так искал я не уверен что мы с этим будем справимся без магия магиями здесь пользоваться не можем на единорогов пофиг он убежит клерки могут парализовать друид может усыпить гиппогрифы могут могут сервисов возить а можно убежать о можно люди выезжали ну тогда еще раз тут все у нас тут гули уже нет можно все еще висит отлично отлично правда опять придется с горгульями побиться иногда приходится ничего не поделать блесочка инвизи билочка нормально идет справляемся вообще ваншут красиво и даже пока лечить никого не ну как но гуманиста можно на пятнашку цвет солнца что сделаешь свет солнца то тут наверное чё к молнии пальнуть немножечко можно а вот отличный урон мини-сериал горгульи мультик помню это очень плохо помню что он было так условно какие-то кадры из заставки из опенинга помню и все видимо не в то время шоу не успевал просыпаться развергульями разобрались очень хорошо деревянную коробку открываем получаем ядовитые стрелы в лица наши яд лечим второму и пятому ну и можно жить наверно после этого боя скорее всего опять пойдем откатываться восстанавливаться тут вингт и опять по традиции попытаемся их тернуть когда идет ход до и горки 18 чернандер отлично один всего осталось а вот это я понимаю вот это понимаю сила клирика сила священства по-божески ровно 1000 экспо вот это серьезно даже вот 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 даже не знаю сейчас меня подмывает опять вернуться засеявится но персенька внутри откатиться мне надо об этом подумать несколько секунд пока наливаю воду не не пойду не пойду сэвится посмотрим что тут сэнкаунтер и если чего валим отсюда и тогда сэвимся это вот в углу здесь двумя клеточками правее одной ниже вампиры там я не могу справиться пока что не получается слабоватые да там изгнание вообще не так работает застращать андеды мы ссыкотное наверное полечусь сначала полечу всех кого можно хоть чуть-чуть полечить на маленькую лечилку только чтобы ошибка жирным она не тратить себя тоже свет солнц тоже полечу ну и посмотрим что у нас там за энкаунтер фантом и чё я дальше не ходит ну из-за фантомов дальше не ходил серьезно что ли добыть такого не может а чё я забросил тогда эту северо-западную часть склепа северо-западный склеп афиг знает может какой-нибудь другой энкаунтер был более жесткий тогда когда я решил сюда не ходить а вот эти фантомы не считаются кстати андедами забавно выглядят как или это называются как фантомы вроде призраки должны быть какие-то но нет их нельзя тернуть они не андеды здесь хочу сейчас не близко сделал нет по ходу она до 4 копит случайно нажал что случилось а здесь магия не работает вот оно что вот это могло меня отсюда отводит без сомнений ну да действительно так но то что джон ван каннигем нарисовал как скелетов это конечно же да еще мало что значит он мог и не хотеть этим сказать что они могли бы быть андедами наши стереотипы какие-то типа если выглядит как скелет значит это андед она нету бывает и по-другому все уменьшаем количество фантомов он у них такой средненький по нынешним меркам 2d восьмых неприятно не так чтобы совсем долго было то что лечиться не можем вот это да тяжко могут доковырять кого-нибудь вообще без проблем он свет солнца 2 хп осталось его не горки 9 у у сущности в виде гномика по имени края тоже десяточка главное не распаляться и выбрать 1 убить его на 26 урона всегда так а еще бы все попадали постоянно был вообще замечательно вот и слег свет солнце пока что немножко полежит но что никто не попадает magic herbe можно использовать чтобы поднять свет солнца но опять что дело такое их всего двое осталось и они не факт что хотят его атаковать до смерти поэтому дюжим как можем как дмитрий дюжев ай края снесли ну и сами они кончились отлично 800 экспы ни много ни мало нормально отдыхать здесь нельзя придется вернуться края валяется края надо поднять чтобы он смог отворить эти воротцы штаны локи лучше не доверить никому другому кроме вора блин а можно убежать опять нет жаль но тут уже можно магии пользоваться так что я надеюсь здесь мы как-нибудь вы роли мы особенно учитывая то что неогуманист тоже сможет лечить иногда тут лишь ацидные блога надо наверное с них начинать неприятный все-таки используем magic herbe сейчас лучше урон вливать пока можно вы увидел ланшот 27 цвет солнца встает кастует а чё можно на 1 2 обах не нет смысла к ставать ничего них защита от чего только не вот на визибилити мы можем сделать на всякий случай минус блогик а так тоже можем да говорит кстати мы можем и сморгу играть в музыкинг вы будете находить сеть из двух персонажей играть а я за 3 все а если так можно то не ну если там есть вот хоть сид то есть погоди ну ладно разберемся я думаю есть возможность в любом случае если марго понравится то тут как бы не грех и купить фазе кинг чему нет не миллионы стоит я же как известно большой любитель поиграть вот недавно приобщил моргок террари и сам заодно в нее вернулся потому что это было моей второй игрой в жизни которые я купил после пиратских сидюков в варьках тринадцатом году купил террари и до сих пор не прошел вообще до сих пор мало что в ней видел исследовал а тут вот хороший удобный приятный повод туда вернуться то еще и не одному да мы построили там первый домик туда уже натаскали сундуков со всяким барак лишком засадился туда макс вот этот гид это удобно что он там тоже к нему можно подходить ссылать ему чем-нибудь в дырку но в этой в интерфейсе крафты он рассказывает что можно еще крафтить но он нормально можно другой построить его переселить туда в поменьше любить хибарку ну да в одиночно играешь за троих по очереди ходишь а так ну да да уж и разберемся как как это сделать ну значит заканчиваем старшего этом по быстрого там немного осталось кстати я помню что вот этот город где мы сейчас там зерри фиш это последний хаб откуда куда-нибудь бегаем но уж дальше проходить на нем плюсик не будем уж так сразу во всяком случае потом если приспичит вообще я потом так знаешь для себя побегал до него дальше посмотрел там всякие штуки а потом мод попробовал какой-нибудь не помню как си синерджи мод ничего про него не читал знаю только что он какой-то вроде как нормальный что-то типа медиан excel у дьявола также это synergy мод для торча и 2 уже обновляется меняется все такое к лечим себя срочно вообще срочно егор лечись цвет солнца молниями жахнет по горгульям неплохо гуманист сможешь ланшот но чесит блоба а давай попробуем красота вот и есть вот в этих старых рп гах типа майтан мэджика ультимы визард и вот такие вот пошаговых подземных боях текстового буквально текстовых практически исключительно такое настоящее ролевое напряжение когда от одного удара может зависеть судьба всего боя волшебство какое-то ей богу как это придумали как вообще два типа придумали dungeons and dragons вообще отдельная история невероятных изощрений ума и вдохновения потом и компухтеры компухтеры пошли ой все удивительный мир нет более лучшего мира нет нет лучшего мира но более лучшего неправильно звучит чем наш это даже с теологической точки зрения верно ну стоите логической точки зрения которые я разделяю так то можно конечно и по-другому извернуться в аргументах если стараться сильно очень ну чтобы но я не знаю как сильно надо постараться и извернуться чтобы фон лаквинского фон лаквинского перри аргументировать удачи конечно каждому кто пытается ну и вот и в теологических основных вопросах не вряд ли сможешь побороть вот во всяких более мелких известен не только как великий философ мыслитель и богослов но и как человек который оправдывал проституцию в частности тем что если этого не будет то страсть хуйнет на улице и все пиздец вот тут конечно спорить с ним сегодня легко сальваторе т.д. оключить комплекте идет с обычным удовольствием и еще какой-то звездолет воде и бен хок поди маленький беновый ястреб какие-то звездолеты есть поди тут самый на которым харрисон форд летал на фиг знает его их не разбирать нас он даже написано микрофайты может а что-то такое а тысячелетний до миллениум фалкон точно там не только и бен хок есть мои никакие в релесть дачают 113 это точно деталик ну видишь кубики нарисованы может но я не знаю куда тут столько деталек воткнуть объем сам или может это номер модели такое нет когда вот эти кубики с количеством деталек на каждого на каждую модельку ничего себе внутри и тогда также было сам фома аквинский если чё спросим этим не пользовалась он помимо прочего известен еще как человек которому проститутку приводили а он набросился на своих братьев которые ему ее привели и убежал не вне по его части это было по его части было только думать о том насколько это уместно в текущем уважении вещей он посчитал что это уместно было тогда гемчики нашли так мы идем сейчас отдыхать я помню не отвлекаться отдохнулась и классно так ну чёрн дерзнем дальше пройти тогда свет на кастую хочу ли я бафаться всякими резистансами загодя потому что дальше магия опять не работает дальше магия опять не работает вы стрелу как-то рите как стрелу мы как не хочется на самом деле какую опасность я чувствую ничего ой больше джон ван коннигем нарисовал больше как ну полотенчик забавно реально полотенчики ну попытаемся с ними твою нет ну у него там есть знакомые друзья биографы общем можно сложить впечатление его жизни ну святыми не так легко становится всяко вообще бывает никто не говорит что для этого нужно убегать от проституток обязательно ну тут вот такой был случай я а я вот тут вот не думаю что я справлюсь с этими больше потому что их дофига они умеют парализовать я не могу использовать магию поэтому я их не а я нифига тут не смогу жестко пока как 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 по мне отсюда ой зачем я сюда пошел и третит нет монстра нас окружили 6 мы же не мы же не вывезем как как быть как быть то вообще что можно сделать чтобы отсюда свалить ничего ну тогда придется пытаться превозмогать как-то может у нас есть волшебный предмет которому можно убежать минус одно привидение ци смог без моторчика че я правда не могу ничего сделать на где тут не работает а чего но почему не дайте марки нова да это правда сейчас мне они начнут тут готические завывания свои у у нас и так тут больше живут выходишь на балкон подъезд напереку только дверь закроешь и там вой поднимается сформулирую невежды считают что это ветер но мы-то знаем что это больше вольт ой как тут жить-то жить-то урон у них не особо большой о фэйлит к 100 они не могут тоже кастовать здесь отлично они не смогут нас спирализовать значит а когда они пытаются кастовать они тоже корпус они пропускают ход нас прощают нам когда мы кастуем в зоне где маги не действует говорят об этом дают походить иначе все я чувствую что у нас есть шанс на победу в этом месте но только бы опять двумя швотами их сносить они по раунду 1 мусолить призрак был бы хорошо есть шансы есть шансы вот конечно уронять то они все-таки могут мы не попадаем вот еще ну да наверно что-то было такое но такое легко воткнуться мысли легко и приятно я бы даже сказал может потому и любим все вот этой вот эти вот штуки мифологические что до них легко не знаю их дойти и от этого сразу такое ощущение единства тайны и таинственного единения не знаю пока не желание возможно твоя вот здесь на каком-нибудь получении документов портал быть ученым там делать по нам там скажет получить от посадки девушки у меня ну тогда попробуем . не я не люблю конфетки я иногда могу съесть то говоришь вспомнить вспомнить конфетки мне не нравится приходишь домой с улицы в ветреную погоду вытряхиваешь из ручных волос килограмм ветра еще девочка из 9 на 10 нормально делать депиляцию на волос в зоне беке оказывается они же ходят в бассейн что там будут они что у вас не ходят на бассейн на бассейн на бассейн да а то там птичка поломается если если в школе над ними будут смеяться из-за того что они волосы волосы и когда вот ну тоже раздва раздва в год у меня просыпается сильное желание выпить чаю с сахаром и вот тут уже так делал не люблю чай с сахаром но иногда ему голове полегче а так сладенькое люблю конфетки газированные сырочки шоколадки о влиянии сладкого на организм нашего эксперта по сладкого можно пригласить синичана это я эксперт по сладкому а он не эксперт по сладкому потому что он не ест сладкое как это не ест ну не рекомендовано же все таки экспертом по сладкому можно быть когда ешь много разного сладкого думаешь да я думаю что эксперты по вину не пьют много вина ну они по чуть-чуть разного пьют а я по многому тоже разного сладкого вина значит ты не эксперт ты наверное профессионал какой нибудь специалист ну я если как нибудь это поставить правильно прикинь что со мной будет если пойду дегустатором конфет будешь уставать от того что нравится и это перестанет тебе нравится нет у меня проще ну кстати давно кофе с сахаром не пил надо попробовать его это как нибудь когда захочется чего нибудь кофе с сахаром это вообще самое мерзкое для меня что может быть мне раньше вообще кофе с молоком не могла пить вообще не нравилось еще я помню как-то в кофе добавляла молотый перец и чуть-чуть меда от этого так давление поднималось ну в смысле бодришься да реально бодришься да я в детстве вообще не понимал как люди пьют чай с сахаром и когда в столовке добавили чай с сахаром мне казалось что это вообще как бы еще это забурду малили а потом в кастрюле уже знаешь мне кажется что сразу в кастрюле с чаем бахали сахар потом приходится пить воду там используем magic herb ну типа чай с сахаром он просто сладкий то есть вкус и чая по сути там заметка я наверное раньше тоже тоже замечал но если не работает в какой-то зоне магии то и предметы тоже не работают жаль весьма жаль ну тогда придется как-то это без и горки продолжать вообще у нас в семье мама никогда даже никогда не предлагалось чай с сахаром потому что мама чай с сахаром тоже очень редко давление падает может выпить а дедушка с папой все время пили чай с сахаром и но это воспринималось но не просто пьют другой чай то есть у меня было нежелание пробовать ничего такого чай это чё под диваном армии да уронили гуманиста уронили да не интересно что мячик не раз не закатился туда справимся ли такими ограниченными я как-то дискорде писала о том что мой папа решил приготовить молочный коктейль из мороженки молока что там еще а потом добавил в него боржоне и причем он испуганил это молочный коктейль с тем я попробую это какая-то дичь ну просто при заседе газировку с мороженком самому ему тоже не понравилось не нормально типа как раньше на флешках детям предлагали пепси поплавок это прикольно но просто в пепси ложка ломбира это прикольно там такая пеночка появляется как бы это странно и мерзко не звучало или это вкусно и так же не дальше я тебе предлагала мышка да и дело ну да тут как-то джон ван каньгем совсем приравнял магии предметы ну это его первая работа новичок еще был ой меня сейчас схлопнут сущность виде гномика по имени край схлопнется и все не вы не пройдем мы тут дальше получается сегодня он да не прошли наверное хватит пока на сегодня учет уже и подустал немножко сейчас 20 и хватит спасибо всем кто заглянул частности к фору вот у которого я забанил вспомнил как забанивать он остался в чате вообще нет ну а кто успел тут увидел на этом все получается до свидания и я